Смотрите, можно купить на память. Мужчина рисует сразу такую красоту. Ой, так пахнет краской. Одна штука 8 евро, 3,15. Вот такое можно. Ну, пахнет, конечно, ацетоном каким-то. Мы пошли с Альёй в центр смотреть. Как бы центр от нас не убежал, да? Так, у меня было задание снять эти отели. Вот это отель первой линии. Вот здесь первой линии все. Сейчас мы дойдем раз до конца с Альёй. Я вам покажу отель, который вы хотели посмотреть. Я забыла, как они называются, но я вспомню. Какая красота. Мы дошли, кто ностальгирует, пожалуйста. Вот, Динаполи, вот тут ресторан, пиццерия. Вот это отель, отель, в который мы с Ириной приехали. Вот тут впереди. А вон отель Розамар. Смотрите. Розамар Маритиям и Розамар Спа. Вот они все там находятся. Поближе покажу. Розамар. Розамар. Розамар Маритиям, потом отель Розамар Спа и тот тоже Розамар Спа. Так это как Кадена у них называется. Ну, как Цей Пателе. Розапиваем вам красивые пейзажи. Вон рыбаки. Ресторанчик открылся уже. А, давай расскажем, кто ты. Что за новый персонаж. Так интересно, что за новый персонаж. Это моя землячка Алия. Мы с Ижевска. И еще. И еще я тетя сына. Тетя, да. С Татьяны. Тетя Ильяса. Как объяснить, я была замужем. За моим братом. Развелась. С мужем развелась. А с роднёй. А с роднёй нет. Вот, так что это тетя. Так что мы уже знакомы. Столько. Больше, чем Ильяса. Больше, чем Ильяса. Так что это у нас тетя Алия. Самое мне интересное, когда мы развелись, ты с ним помнишь? Ага. Развелись. И ты когда пришла с Ильясской к нам, и ты как говоришь? Это ведь ничего, что мы с Рамилем развелись. Ага. Можно зайти, это ведь ничего, что мы развелись, я хруто и сошла с ума. Спасибо. Так что у нас и мальчишки дружат, они же братья. А мальчишки-то все трое. Вот у Алии двое сыновей. Они все трое мои. Они все трое, как будто Алия их родила, а как будто Ильяса не я родила, а Алия. Фотки же даже есть, что я сижу с ними, а они все мои. А у меня вот жалко, нету этих фоток. А у тебя нет? Я тебе потом пришлю. Ты мне скинь, ладно, я потом вам покажу. Так что думаю, что мы вам объяснили. Он всегда к нам приходит, всегда мы, потому что наш. Наш, ты так что родня. Да, сразу видно. И то есть, а фамилия-то, вот у меня Абаширова фамилия, а у тебя наоборот теперь стала Степанова. А раньше у тебя была Абаширова, да? Да, конечно. Мы поменялись местами. Вот так. Да, кому-то интересно. Кому интересно, вот такой новый персонаж у нас. Ну, будет две недели только. Все время долго-то не будет. Ну, две недели, да. А ты расскажи, что это тебе сын такой подарок сделал. Младший сынок, младший сынок мне такой подарок сделал. Он правил меня отдыхать, все оплатил, да. Еще мне дал карточку свою, сказала мама. Ни в чем себе не отказывай, если закончится, я тебе еще подарок. Вот такой сын, представляете? Он мне такой подарок сделал. Виталик, да, Виталик, младший сын. Старший мне визу стоял в очереди целый день. И визу он получил без десяти, четыре, уже перед самым закрытием, последний день. Я сидела в аэропорту и не знала. А нет, я еще была дома. Мы только выехали, и мы еще не знали, готова виза, не готова. Поехали. И скажи, что Павлик, он еще у тебя диджей, довольно известный в Ижевске, да? Не только в Ижевске. Не только уже в Ижевске, да? А как его зовут? Сигматик. Сигматик. Если кто знает, то вот это мама Сигматика. Это мама, да, Сигматика. Мы приехали до Челнов, приехали, с Челнов до Москвы, и с Москвы до Жероми. А потом, говорю, куда они говорят, в Лорет. Мы в один город приехали. И, в общем, весь самолет был чуть ли не из Ижевска, да? Да, что интересно. Мы потом еще кого-то встретили, еще спрашиваем, а вы куда? Они говорят, в Испанию. А в Испании куда? Лорет. А мальчишки говорят потом, говорят, что-то как-то подозрительно. Мы говорят, не обратно ли в Ижевск летим? Почему, говорит, все в Ижевске летят в Лорет. И еще хочу напомнить, что есть рейс Москва-Жерона. Значит, компания называется Победа. Очень дешевые цены на Беллии. Это единственный минус, что не кормят самолет. Не кормят, но 4 часа нужно ехать. Нормально, можно с собой еду взять. Да, можно с собой. Напитки только нельзя, бутерброды можно. А напитки можно купить в этой зоне, в этой, как она, в Юти-фри. Юти-фри, да. Там все можно купить. Ну и воду, по-моему, там в Томбрасе давали. Да, воду дают. Так что... Можно на этом сэкономить. Сэкономить, во-первых, Жерона тоже классный город. Да. И рядом побережье, рядом со с тем. Как раз на побережье Коста-Брау называется наше. Вот оно. Здесь очень много курортных городов. Так что приезжайте. Приезжайте, здорово все. Отелей свободных очень много. Пока мест много, да. Пока еще заполненность маленькая, еще цены не взвинчивают. Так что берите. Погода отличная. Море теплое, солнце жаркое. А сколько уже был самолет пустого? Я не помню. Мы прилетали на 100 евро. Ой, я ведь не знаю. Не знаю. Ну, в общем, посмотрите. Но все равно это дешевле. Ну, в общем, он мне купил с Челнов до Москвы. С Москвы до Жероны. И с Жероны до Москвы. А с Москвы еще пока не купил. Ну, это обратно. Да, обратно. И все это у меня ушло около 15 тысяч, 14 с чем-то тысяч. 14 тысяч рублей? Ну, 15 тысяч. 15 тысяч. 10? Рублей? Рублей, да. 15 тысяч рублей на период. Как это давайте евро переводить? Сколько будет? 200? 250 евро? Ну, я буду врать, да. Нифига себе. У меня билеты это есть. Вот так вот люди, представьте. С набережных Челнов до Москвы. И с Москвы. Потом до Жероны. До Жероны, да. И еще с Жероны до Москвы обратно. Это и до Ивольте, туда и обратно, да? Да, обратно. 250 евро. Только у меня остался еще не с Москвы как-то, надо быть домой. Ну, там видно, может быть, я на поезд. На поезде можно. У нас это у Москвы. Местевая. Ну, все. Есть до грыза там. Ну, можно выкрутить. Да можно, можно там. Они меня потом выгрызят, встретят. А то корреспондента не видно. Такая я на скафоне. Пусть едут, да. Смотри, вот тут вроде бы и народ есть, но и отели свободные. Отели свободные сейчас, пока никакой сезон еще не открытые. А загорать уже можно. Загорать можно уже, люди купаются. Так что, смотрите, окрестности. Сейчас для тех поклонников этих отелей. Отель Марсол и отель Миромар. Посмотрите на свои отели. Ну, ладно, на этом закончен наш сегодня репортаж. До свидания. Не удержалась. Еще раз покажу вам эту красоту. Главное, оттуда не видно с улицы, когда она будет виних, когда ее не видно. Какое-то красиво. А ты видишь церковь? Нет, это как пристрой. Ну, сделано так же красоту. Как видишь арт-модермиста катала. А службы, значит, никакие не бывают. А службы, вот она, церковь, вот она. В ней службы-то бывают. Пошли, я тебе покажу. А что ли? Вот где службы, здесь. Ну, вот это уже настоящая церковь. Иглесия по-испански. Нет, но катедрал не тянет, церковь. Думаю, катедрал что-то покруче. Вот, и при церкви Красный Крест, вот там. Вон, Класса до Иглесия. Вот оно. Здесь вот помогают, кто попал в тяжелую ситуацию. Вот тут помогают. Красиво. Там одежду дают, еду дают. Если кому ночевать негде, ночевать.